Когда жители казахстанских городов перестанут видеть воздух, которым они дышат, этот вопрос из разряда риторических пытаются перевести в практическую плоскость госорганы, экологи с поддержкой международных организаций. Уровень загрязнения воздуха в ряде регионов эксперты называют критическим. Он в разы превышает максимально допустимые нормы, из-за чего жить в некоторых городах элементарно небезопасно для здоровья. Так можно ли решить проблему и как, выясняла Саяна Санакова. Критически грязный. Так двумя словами можно описать воздух, которым дышит каждый астанчанин или алматинец. По данным Всемирного банка, в этих городах показатель загрязнения атмосферы превышает норму в десятки раз, а в зимнее время еще больше. Наш основной загрязнитель называется критериальный. Это мелкодиспертные частицы с диаметром меньше 2,5 микрон. Вот эти вот, вот их надо, за ними надо следить, потому что они проникают глубоко в легкие и оказывают очень большое воздействие на сердечно-сосудочную систему. Мы делали 5 микрограмм на кубический метр средней годовой концентрации. Наши исследования показали, что в Астане между 20 и 30, а в Алмате больше 60. Основными источниками загрязнения воздуха в Алматы и Астане являются выбросы ТЭЦ и отопление частного сектора на угле. В зависимости от регионов к этим источникам добавляются промышленные предприятия и автомобильный транспорт. Эксперты уверены, что часть проблемы поможет решить газификация городов. Но этот процесс требует больших экономических вложений и времени. К примеру, на востоке страны природного газа нет в принципе. Голубое топливо в частные дома, как высказался в январе президент, проводят со скрипом. Решать проблему предстоит и с автомобильным транспортом. Вопрос перехода с транспорта на бензин и дизель на электротранспорт. В прошлом году до смены парламента был представлен проект закона по электротранспорту. Надеюсь, что нынешний состав мажориста сможет его сдвинуть с мертвой точки, реализовать. То есть там вопросы строительства инфраструктуры для зарядки электротранспорта. Вопросы по переводу на газ, либо на электротягу. Вопросы коммерческого транспорта. Потому что этого транспорта очень много. И по нашим городам его передвигается очень много и постоянно. И выбросы значительные. Вредные выбросы от промышленных предприятий в стране планируют минимизировать за счет современных установок. Правда, правительству и бизнесу еще предстоит понять, сколько миллиардов потребуется для скорейшей модернизации всей промышленности. А главное, где взять эти миллиарды. Ясно одно. Дальше затягивать с решением экологических проблем нельзя. По данным Всемирного банка, загрязнение воздуха становится причиной свыше 10 тысяч преждевременных смертей и обходится экономике Казахстана более чем в 10,5 миллиардов долларов США.